Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Деяния апостолов, 20 глава, 17 по 38 стих. Измелит уже послав Эфес, он призвал пресвятеров в церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я проповедовать Царствие Божие. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чистый от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которого Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что под шестью в моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, пометуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас в боли и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нужным моим и нужным бывших при мне послужили руки Моисеи. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надо мной поддерживать слабых и памятного слова Господа Иисуса. Ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немало плач был у всех, и, падая на выяве Павла, целовали его. Скорбя особенно отсказанное им слово, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Это, в общем, тема прощания. Что удивительно, слова прощания в Библии отсутствует, вообще нету. Значит, расставание берем. Вы сейчас прослушали, вас касается это? Было ли у вас это в жизни такое, что вы прощались, уезжали куда-то? Я буду показывать сейчас то, что в жизни нашей ждет нас, и что было, и как прощались с кем. Это очень важный момент в жизни, прощать. У нас сколько людей было, сколько осталось? Кто попрощался? Из десятерых, ни одного, из двадцати один. Я вот столько получил, ходили на занятия, то другое. А другой ушел, нету, а где? Нету. И что? Как правило, теряются следы. А если следы остаются, то, оказывается, человек совершенно не туда попал, куда он хотел. И он потерял все, с чем вышел отсюда. Притом, ни одного исключения не было. А почему? Ну, слушайте. Павел говорит, я учил вас со слезами день и ночь. Вот вы найдете из одного епископа, патриарха, назовите, священника, диакона, который учил бы паству день и ночь. Не день, а три с половиной года. Со слезами. Сегодня сказали, да что это такое? Плащет, выйдет. Хлюк-хлюк какой-то. Мужчина должен быть мужественным, сказал, железо. Оказывается, не так. Железо тоже плавится. К нам приезжает митрополит местный, Алтайский, Сергий Иванников, фамилия его. Он знает, что мы принадлежим к РПЦЗ, и поэтому поминает первосвятителя зарубежного. Лавр был другой. Сначала патриарх, а потом это, потом его поминают. Он знает прекрасно, что у нас хорошее отношение. Вот когда заканчивается богослужение, у батюшки за столом заранее сёстры приходят готовить. Батюшка там покупает. Всё. Ну, отлично. Всё. На том конце от стол буквы вот так стоит к углу. И он там в самом углу сидит. Рядом батюшка. С ним священники приехали. С митрополитом здесь сидят. А я быстренько и встал, и напротив стою. Вот как Библия. А его уже толкает Бог. Смотри, стоит. Владыка сразу что? А батюшка ему говорит. Благословение просит. Слово сказать. Такой момент. А где он представится? Ведь у нас не просто епископ, а как отец родной. Вот он мне позвонил. Попробуйте это, спросите. Я кто? Да никто я для него. Чужой, как говорит. Чужой. Потому что другая, как говорится, чуть ли не конфессия. Он мне звонит. Я пришёл. Здесь. И мы сели за стол, стали беседовать. Я говорю, один час восемь минут. И в конце говорю, Владыка, ну вы-то хоть слово скажите. А то же священник сидит, там кто-то прислужники. Прямо в митрополии. Ну один час, это же много. Он только одно сказал. Золотые слова. Не умолкайте. Пока Господь не отзовёт вас. Это надо услышать такое. И у нас всё заснято. Ты можешь сегодня включить. Мы сегодня ты послушаем. Слышали? А я тут стою напротив-то и говорю ему. Думаю, момент такой самый. Владыка. Евангелие правильно написано? Правильно. А деяние? Правильно. А мы можем поступать, как тут написано? Ну надо так поступать. Вот тут как прощались. Мы с вами можем так проститься? А как? Последние слова. Где он преклонил колено? Почитай-ка. Сказав это, он преклонил колени свои. И со всеми ими помолился. Все вместе. Я говорю, чтобы когда вы уезжаете, не колёсом вашего лимузина кланяться, а с вами. Он говорит, можно. Я сразу послал. Вытащите там одеяло, палатки военные. Чтобы придём туда. Где у Володи дом. Там батюшка с ним придёт. Растелили. Встали на колени. И всё это заснято. Это что-то. Представьте, маленький кусочек евангельской жизни. И тоже священник, семинарист, который есть. Батюшка стоит. С этой стороны я стою. Я его спросил. Ладыка, вот мы сняли это. А ведь этого нигде не делается. Ни в одном храме. Чтобы колени преклонить. Он двумя руками. Это дикири у него. Трикири называется. Свящи-то не по одной. Любят свящи у нас. И что дальше-то? Расстались. А что он сказал? Чем запомнился? А ничем. Я с этой стороны подхожу сюда, Владыка. Вот даже вообразить нельзя. Представь себе. Он знает, что мы к московской патриархине относимся. И он в алтаре говорит батюшке. Или мне лично говорит. Литургия идёт. Скажите слово. В храме, во время литургии. Вещь неслыханная. За тысячу лет православие в России, это в случае единственный. А то никогда даже священникам запрещали говорить. И вот здесь мы помолились. Я говорю, Владыка, вот это что здесь у нас засняли? Говорит, разрешите, я пошлю патриарху. Ну, вот скажу, подкапывайся по нему. Он говорит, пожалуйста. И мы это всё сделали, послали патриархию. И дальше приписали. Вот у нас был здесь до этого Максим Дмитриев. Со всеми нарушены были отношения, с властями, со священниками тут. Тут что только было, я близко знаю. А тут сейчас Павел, который был, Ермоленко. Он с него содрал, что на нём есть. Магнитопон отобрал. И больше иди куда хочешь. А ни за что. А этот приехал, всё направил, всё на место. Я говорю, и мы услышали, есть такие общины, где нет порядка. А он у вас как, ну, на прорыв когда пускают. Где-то трудно на фронте. А такой генерал есть, с которым выправить всё. И вот такого бросают на этот участок. Маршал Победы. И это такой же. Когда мы начали дальше говорить, вот здесь начинает открываться. Сколько в человеке радости, что то, что мы сделали, махонькую частичку, преклонили к колене. Но этого нигде нет. А давайте с этого мы начнём. А дальше о чём он говорит? Как прощаться? Это уже концовка. И главное он говорит, что больше лица моего не увидите. Так они за него молились? Молились. Почему? Там надо было возвестить. Он иудей? Ну, конечно. А теперь, мы говорим про апостола Павла. А теперь прощается с кем? По злоумышлениям иудеев, родственников своих, национальностей. И они его день и ночь преследовали. И как он свидетельствовал, как говорил. Я как-то сказал, вот, бывает иногда такая в архиереях поездка. Вот он поедет проверять. А там уже знает, сколько священников будет. Кажем, надо конвертик дать. Деньгами. Разорение полное. У меня один священник пишет и говорит, ну, вы знаете хоть одного епископа, который бы поборами не занимался так? Я говорю, знаю. И что совсем не берёт уже? Совсем не берёт. А кто это? Евтехий, Курочкин. Как раз он у нас. У него наскор даже целых не было. И он никогда ничего не требовал. Вот мы желаем это, мы такие, нам Бог такого и дал. Мы его поминаем даже всё время. О упокоении, о души. Он у нас был этот человек. Тогда пресвятер и епископ не разделялись. И толковники говорят, что тут были епископы. И вот он с ними вместе преклонил колено. Я учил. Ни у кого ничего не взял. За чужой счёт не питался. Мне и моим, кто у меня прислуживает, руки мои послужили. Палатки шил, работал. Он работал. И теперь, ну, как когда Самуил говорил, вы имеете что-то ко мне? Скажите, у кого я взял хоть шнурки от ботинок там? Ни у кого не брал ничего. И запомните это. Ты должен сам себя кормить. И вот здесь прощаюсь с ними. Он напомнил о себе. О своей жизни. Я на ваших глазах был. Я не упустил ни о чём, чтобы не сказал. Вижу, не так. Я говорю сразу. Не упустил я. И на мне крови вашей нет. А почему? Если ты знал, человек согрешает, и ему не сказал, 3,18 языки или говорит, ты промолчал. Ну, причины разные. А там как бы не потерять его. У нас хорошее отношение. Дух Святой говорит. Он погиб. А его кровь. Взыщу с тебя. И не где-то с головы твоей. Потому что головой ты должен был сказать, это смертельно. Как ты называешься верующим, на другого смотреть не можешь. Ты маленько-то, прикинь, что с тобой стало? Ты же таким не был. А вот дали тебе должность, и сейчас сам себя под землей, земли не чувствует под ногами. И апостол всё это открыл им. И я уйду. Моё место пустым не будет. Здесь будут другие. И будут говорить превратно. По-другому выворачивать. И восстанут лютые волки. Когда Господь посылает Иисус Христос учеников и говорит, что будете иметь скорби, я посылаю вас, как овец среди волков. Волков. Ну, волки разные бывают. А здесь, говорит, лютые, бешеные волки. Их нельзя оставить. Их надо только уничтожать. И они будут не где-то здесь, вот в этой общине. Они будут здесь. И он показал им. И дальше какое прощание было. То есть образец прощания, вот. У нас ничего не знали. Слово Евангелие я услышал в армии только. Считаю, Викторию Гюгу отверженное. Вообще не слышал никогда. Но у нас прощались, уезжали люди. Вырастали дети. Десять детей было в семье. И откуда-то был порядок такой. Кто уезжает? Вот двое. Остальные остаются. И вот эти двое кланяются всем. Простите Христа ради. Все без крестного знамения. Просто как, когда к батюшке подходим. Они отвечают. Бог простит. Меня прости Христа ради. Который отъезжает, снова просят. Помолитесь за нас грешных. Пресвятая Богородица тебе отвечает. Да помолится за нас. То есть Бог простит. Богородица. А я-то как? И там третья. Там еще помните. Помнишь? Я не помню. А еще было. Так прощались. Сегодня никак. А где человек? А ушел. Простился хотя? Нет. У него доброго здесь не было. Был он. Сам говорил. У нас лежат книги. Открытые моком. 15-16 этот том. И человек от восхищенного писал. И ушел. Как будто никогда его не было. Притом на каждой книге его имя. Там есть. Сколько он помог. И сегодня я посылаю к этому человеку. Кто с ними хорошо это. Ну скажите что мы ждем. Приди. Хотя расскажи. Как у тебя дела там идут. Где-то. Такую помощь ты оказывал этот человек. Ну. Видите как. Поэтому расставаться нужно научиться. Вот в интернете часто такое слово. Прощание. Так идет. Прощание. С таким-то человеком. В таком-то году он умер. И теперь всю его биографию показывают. Где он будет похоронен. И опять прощание. Чтобы мы запомнили. И таких наверное. Ну. Я не знаю сколько смотрел. Но не меньше сотни. Это артисты. Военные дела. Деятели. Военные. Везде прощание. И нигде нету прощания. Такого что помолитесь. Обо мне грешен. Что наша мать знала. Не было этого. Нигде. Как будто никакого бога нигде нет. А только одно. Вот такое кладбище. Оно такое популярное. Вот там бы похоронили его. Ну а деньги-то огромные. А гроб-то показывает такое. Мой дом не стоит его. Даже ручки от этой. Ну и все показывает. Сегодня-то все это видно. Как? Почему? Надо научиться нам. Знакомиться. И прощаться. А с чем прощаться? С друзьями. С домом. Понимаете? Вот то, что мы сейчас имеем. Это может уплыть от нас одновременно. Сразу. Хлынут другое. Или правители скажут. Ладно, чтобы войны не было. Заберите по Урал. Это такое было. Странное других. Это я к примеру говорю. И что? Все из домов. А другие. Здесь болезнь какая-то. И они принимают решение правители. Это селение или этот город убрать. Среди ночи поднялись. Можешь, не можешь, не можешь. Значит, тут тебе сгниешь. И идут. А здесь все остальное сжигается. Квартиры не закрывать. Это уже проходило года три назад. Ждали этого. Когда болезнь началась. Популярно это где-то. А было ли в России такое? Было. Было в Крыму. Именно так. Чума уничтожала. Выхода никакого не было. А сегодня, но и сегодня ничего не могут. Потому что все где-то. Даже скотина, если заболела, скотину убивают и сарай сжигают. Прощаться нужно научиться. Вот она трудности имеет. Лишилась всего. Какие там причины. Но ее спросили только. А что вас больше всего трогает жалко? Она говорит, вечером. Когда я иду где-то картон найти. Взять на ней, ночевать. И смотрю в комнате. Кто-то коечку свою расправляет. Своё одеялко. Этого у меня нету никогда. А мы каждый день это имеем. Давайте научимся прощаться с тем, что окружает нас. Какое питание, что. Это в один день все уплывает. Выгнали. С собой ничего нельзя взять. Это мы говорим. У нас как было. Которые были и более зажиточные потеряки. Там девять, кажется, семейств. А там и было там всего 260. Кулак. А там самые труженики были. И таких людей дали указание. Там из Кремля. Обозвать кулак. И сослать, где ни один человек не живет в тайгу. Ни пилы. Ничего нету. Зима. Земля не подается, чтобы выкопать себе хотя бы могилу. Мы с шаберями ложили людей. И все. Это не два, не три человека. А когда Черчилль спросил Сталина, сколько он, говорит, растопырил все пальцы. 12 миллионов. А мы ничего не знаем. Потому что у меня дяди нету. Три на фронте погибли. Отец без руки. Я все должен был сам узнавать. И это все на нашем русском народе лежит. И это в других странах, где они там были, след такой оставили. Мы должны сегодня молиться, Господи, неправильно прощались с нашей предки. Да почему же с обидой-то уходили? Почему же такая к нам ненависть? Всего мира буквально. Это нам все равно. И сегодня только 50 государств, которые полностью нас заблокировали. Ни два, ни три. Я их не считал, но по интернету увидел. И что делать? Измениться нам надо. Нам надо измениться. Я вспоминаю, который фильм ставил о нас Малашин Юрий Николаевич. Он снимал фильм ОПИ, кажется, где он работал в Новосибирске. И когда уезжал на втором этаже, а тут лампочка погасла. И оттуда из темноты только руку видно, жена говорит. Он помахал рукой и все. Крепкий, здоровый мужчина. Поехал дописывать один фильм где-то в Шушенском. И нашли его мертвого. Никто не знает о чем. Здоровый, крепкий мужчина. Он у нас снял два фильма. А жена говорит, я только руку его теперь держу. В память его оттуда. Рука, свет был. Лампочки там не было внизу. Вот эта лампочка, это маленькая, сказать, часть жизни человека. Надо сегодня, уходя, проститься со всеми. Простите Христа ради. Мы пошли, помолимся вместе. Вот у меня брат уходит куда? Всегда встанет, у двери оделся. Так я пошел. Ну куда пошел? Может, к сестре помыться там, в своей ванной-то нету. Сразу на молитве, сразу помолились. Ты в обычае это поставь себе. Дети идут в школу. Красного ула у тебя есть. Вместе с ними поклон. А теперь, простите Христа ради. Может, я вас обидел, а нет. С Богом идите. Не дружите с миром. Кто дружит с миром, тот враждует против Бога. Якова, читайте 4 главу. Мы сейчас посмотрим, как люди, верующие в Бога, умели прощаться. Ну, самое... Вот это, это оригинал. Мы сейчас просчитали. Потом дома, прочитайте 20 главу. Прощаются с друзьями, с местностью. Иных в другую арестовали. Довезли его. Езжай туда. Ну, как было с женицем. Высилили из этой страны. А дома-то никто не построил. И теперь, ладно, люди знаменитые. А другой-то не знаменитый. Его арестовали. Ну, жир, работники в Германии. Вагонами везли и везли. Людей-то сколько погибло из-за этого. И теперь только перед глазами стоит. Я вот вспоминаю. У меня много записей есть на магнитопон. Одна решила. Она комсомолка. А родители арестовали. А она крадущий вступила в них. И она решила пробраться в Нарым. И когда узнали, что это Анна, это Нюрка. Она тут где-то решку переплывает. Мы, говорит, бежали кто как мог. Ну, хоть щепочку-то ты привезла или нет нам показать, где наша родина-то. Уже никогда не вернешься. Я был в Синоди в Америке. Эти же слова услышал. Вы приехали нам хоть бутыльки не принесли земли своей русской. Мы живем, у нас все есть, а душа вся там. Это другой мир. Я не знал, когда я оттуда выручусь. Все хорошо, все лучше, но это не наше. Не наше. И поэтому все идет, что женщин переодели, брюки там ходят, женщины без плотков. Но это все оттуда идет. Там вера-то не православная. Я говорю о православной вере. Мы как светильники должны быть. Читаем. Первая книга Царс, 20 глава. Первая Царс, 20 глава. 28, кажется. Или 38, по 42. Послушаем, как прощались люди в те времена. Потому что Слово Божие – это наш учитель. И опять кричал Иоаннафан вслед от руку. Скорее беги, не останавливайся. И собрал отрок Иоаннафана в стрелы и пришел к своему господину. Отрок же не знал ничего. Так то есть Иоаннафан – это сын царя, который преследует Давида. Ну и вот там стрелу натянет. Беги, достань, чтобы они потерялись. А тут в кустах сидит Давид. Чтобы он не сказал, что Давида видели. Стрелу собрал. А отец вас спросит, а где мой сын был? Вызывайте его. Он его как ординариш. Стрелял, а я стрелу возглавил. А теперь он вот вышел. И дальше они будут как прощаться. Послушайте. Только Иоаннафан и Давид знали, в чем дело. И отдал Иоаннафан оружие своему отроку, бывшему при нем. И сказал ему, ступай, отнеси в город. Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю. И трижды поклонился. И целовали они друг друга. И плакали оба вместе. Но Давид плакал более. Более мужественного человека трудно найти. Прямо имя трепещут в укрепленных городах. И пал в землю. А смотрите, как прощаются. И оба плакали. Это не Давид писал. А Давид плакал больше. Еще показали, какое мягкое сердце у него было. Какого друга он теряет. И потом вторая встреча будет, когда уже друга его, царского сына, вместе с отцом убьют и голову принесут. И кто принес ему, говорит, они умирали и попросили убить. Давид его сразу кто принес, сразу приговорил к смерти. Это помазанники Божии. И сказал Иоаннафан Давиду, Иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим. Туда будет навеки. То есть дети с семенем. Ты о моих детях позаботишься. И когда Давид воцарился, и тогда его дети тоже стал заботиться. То есть нужно заранее это все обговорить. Какая любовь. Далее. Бытие 33, 4. Бытие 33, 4 стих. И побежал Исаф к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. Это два брата родные. И как он, Яков, благословение отца взял обманом. А Исаф-то был лохматый. Как зверь. А мать ему там и семенка шкурку привязала. Лишь благословение взять. Но тот, когда узнал, а он же сказал, только отец умрет. Я убью его. Ну, он бежал в это время, там женился, и теперь уже, ну, знаете, это история. А теперь время встречи, прощание было страшное. Света из-под ножа выскочил. Это все вспоминали они, мы родные братья. И теперь они встречаются, и встречаются слезами. Вот сейчас, говорит, а если бы люди, которые ушли, вернулись, мы, конечно, бы поговорили, узнали, с чем они пришли. Вот у нас в интернете есть содружество, все собираются, молятся. А есть такие, которые ушли. Ну, ушел там по разным причинам. Но если ушел, и оттуда теперь любыми путями отсюда вызвать людей, которые у нас, и там учат всякое нехорошее дело. Против Библии начинают и прочее. Я могу называть фамилии, но они не нужны никому. Вот какое дело. Поэтому, если время наступает, прощаться, надо уметь прощаться. Прощаться, не быть должными, поминают, что ни у кого, лишнего не еле не прощает. Уезжаю, мы должны сказать, кому я должен. Я вот уезжаю с Потеряевки, ну, знаю это все, тут еще такого нету. Я каждый раз, как будто навсегда выезжаю. Воображение так вот, разве-то, я больше никогда этих людей не увижу. Что вы можете? Я у вас что-то взял? Нет. Были мы вместе. Ну, и Бог так и сохраняет по сегодняшний день. И отошел от них Иосиф и заплакал, и возвратился к ним. Знаете, прощу, я просто скажу. Когда братья пришли, ища хлеба, а он в это время, которого не продали, только Иуда заступился, хотели убить его. Родные братья, а кончилось чем? Голод везде, а в Египте пшеница, и они пришли. И наконец он им открылся, и опять как плакали. Сколько радости в этом. Человек прощается иногда не просто с человеком, а со своей нацией. Вот сейчас вы здесь. Поговорили, вышли, гляжу, во дворе стоят. А представьте, что, что подошла к ней, а она тебе говорит по-японски. Что ты будешь делать? Кота обратилась, она по-гречески, туда дальше она по-арабски. Вот это было на Вавилонской башне. Они утром ставили на работу, и никто не поймёт, он говорит, дай лопату, а ему там кажется, принеси метлу. Например, я говорю. Вот какое дело. И так прощались, понимая друг друга, чтобы ни чем не быть должен. Дальше 45-14. И везде говорится слёзы. 45-14. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его. Он фактически после паровона первой единицей был. Всё, кроме власти, отдал ему паровон, Иосифу. И он такой, должность имеет. Ну, пример министра, по сегодняшему сказать. И теперь плачет, вспоминая, что как продали. Братья, вы не переживайте, что меня продали. Не продали бы, сегодня бы с голоду все умерли. Батюшка как-то здесь говорил и говорит, хорошо, что брата моего посадили. А то сейчас молиться негде было. Потому что это дали, когда суд шёл, что у меня изъяли и рассчитались недвижимостью. А то тоже подходит немножко сюда. Дальше. 31-32. Тоже бытие. Тут много возвращается. Вот оно. И сказал Яков, у кого найдёшь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня и возьми себе. Но он ничего у него не узнал. И Яков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. Когда прощался, Яков уходил, потому что Лаванова преследовал, тесть. А теперь хватился, а где пасёт? Пасёт. Так он ушёл в твою страну. И он тогда со своими догонять. Ну, раз ушёл, так ты что делаешь-то? А Лавану тогда бог ночью сказал, встретишься, не говори ни хорошего, ни плохого. Запомни. И он здесь трёсся, не дал обыскал. Но, однако, ничего не могло. Мне бог сказал. Поэтому при расставаниях ни худого, ни плохого, ни хорошего я беру опыт. Вот мы это берём для себя. Откуда они это научились так тактично относиться? Вот, теперь, что мы теряем? Теряем иногда всё. И которые люди с нами тоже бывают так же. Вот военных я не могу по сей день понять, почему власть не выполняет то, что они говорят. маршал Победы зовут Жуков. И он говорит, тело моё не сжигайте. Написал, просил, и всё равно сожгли. Кремирует его, и теперь там в баночке в стену Кремля написано его имя и прочее. Мы даже познакомимся, как проститься с этой жизнью. Хорошо, что у нас не военные большие звания. Нас похоронят. На могилу кто-то придёт, кто-то всплакнёт о нас, как мы жили. Я вот наказываю, чтобы у меня на кресте висела Евангелие написано «бери, кто хочет». Ламинированно. Чтобы из могилы я хочу быть проповедником. Если Господь благословит, то я. Я дальше уже не буду говорить. Что мы теряем? Главное, теряем свой лик. Нам столько много Господь дал, нам делить совершенно нечего. То, что у нас есть, это дар Божий. Сейчас вот книги сегодня только и выдел, мы просили переиздание книги к Крестному православию. И там часть уже дорогой сняли, а заехали. Книга, ну, я не могу сказать. По сегодняшний день, думаю, такой книги просто нету. Сколько в неё вошло всего. И сразу начали готовить. Следующее, тоже помолитесь об этом. Называется «Проповедь во свете Святой Библии». проповедь во свете Святой Библии. Это будет пять томов. Раз, два, три, четыре, пять. И каждый том, примерно, по 1350 страниц. Это даже сказать нельзя. Мы едва-едва вмещаемся. Столько много материалов, которые в прошлом было, занятия отдельно были, тематические такие. Я вам сказал, вы никак не забывайте. Потому что люди ищут и находят. Вот мы едем дорогой. Я просто могу назвать человека. Он кандидат богословских наук, пиловаров отец Александр. Он заезжал к нам. Батюшка, я и мой брат, трое, у него на дому проходили курсы семинарии. На дому полностью. Мы едем. Вот душа какая у человека. Уже подъезжаем. Но в Сибирске он говорит, ну вот сегодня бы вам дали слово. Батюш, в чем бы сказали? Я говорю, а что сегодня вечернее чтение какое? Ну, Евангелие. Какое Евангелие? Столько. Вы хотите людям раскрыть его? А мы едем в Тарарейбусе. Я ему говорю, я бы сделал такие. Я даже не думаю. Он выходит когда и говорит чуть ли не слово в слово. Умница такой. Другой бы сказал, ну как же так я? Я-то никто. А у него какие звания? Там, протоиереи и прочее. Но уже еще и характер такой иметь. И поэтому ему так легко давалось. У нас есть люди, которые ходили на занятия в университете. А потом ушли. И стали говорить, а я и до вас все знал. А вот до вас все знал, я ничего против. Господь от этого делать как бы отрезает. Знал, значит, что ты получил, знал, значит, не получил ничего. Раз не получил, от тебя отнялось. А там ничего и не было. И у него все ушло, в храм не ходит, ему ничего не нужно. И был человек, который говорит, скажу, Геннадий Паст, протоиерей. Он везде говорит, мой путь начался православно, в моем доме, он обратился, ну, по порядку все рассказывает. И на что я благословил, полное толкование на покорительство, там везде, он везде говорит. Ему Господь такой рост дает, даже невероятно. Каким он авторитетом пользуется. Вот сейчас, он поехал по монастырю, я здесь он был в прошлом году, мы хоть насладились трещей, мы хоть оходил, видели? Вот как, не отрекайся от того, что ты получил. И помни, а не так, как одна, на ноге пальцев атака. Это у моего отца так было, я простить не могу. Я так уахнул. Ну, за пальцем ты ходишь нормально, ну, что говорит-то? Кабы не отец, тебя бы не было совсем, ну, при чем тут палец-то? Вот человек, когда недоволен, он просто выискивает. Помните, о родителях своих, о тех, от кого вы услышали Слово Божие, кто напечатал нам Библию, кто нас благословляет, какой у нас священник, с нами вместе, ну, не то, что там, махнул, ходил, ему ушел, нет, он все разбирает, спрашивает, помогает, едет. Это Господь делает так. И поэтому наполним уста свои к тому, чтобы склоняться и благодарить. Прощание должно быть радостным. Когда люди, главное, говорят, что жизнь или смерть, мы избираем жизнь во Христе, которая несет смерть на земле. Никогда не бойтесь, детей к этому приучите, что не хватайся за эту жизнь, не успеешь, облинуйся уже на той стороне. Итак, милостью Божией, мы сегодня услышали, как прощаются при апостолах. Да будет у нас это всегда в памяти. Богу нашему слава, Отцу и Сыну и Святому Духу. Мини и пресны во веки веков. Аминь. Аминь.